Добрый день, господа! Здесь неспроста лежит вот эта лёгенькая коробочка, которая приехала с Китая. Сегодня видео будет про то, как можно вот такое вот, я даже не знаю, как выразиться, убитый смартфон превратить в что-то необычное, вырвеглазное, ну и, что самое главное, нормально выглядящее. В этом боксе лежит новый корпус для моего HTC One M8. Предупреждаю сразу. Изначально я этот аппарат брал полностью рабочий. У него была проблема только с тем, что Jack 3.5 был убитый, был убитый порт зарядки, но я сразу же в день покупки поменял шлейф с портами. Всё хорошо, только у меня отказал каким-то фигом верхний шлейф с датчиками. У меня перестали работать датчики освещенности и приближения, но я потом поменял и этот шлейф. Как итог, у меня не работают основные камеры. Но зато у меня работает всё до этого перечисленный. Плюс у меня ещё начал отклеиваться дисплейный модуль. Думаю, видно будет. Это вообще просто прелесть. В связи с этим мне сейчас попадал его на, я надеюсь, только на межплатный шлейф, который мне тоже едет. И я смогу этот HTC привести в порядок и уже начать им пользоваться. Потому что у меня этот смартфон, наверное, уже чуть меньше месяца. Но проходил я с ним, наверное, дней 5 всего. Потому что пользоваться смартфоном без датчика приближения, ну это отвратительно. Постоянно вот это блокировать, ну такое себе. Поэтому я решил поменять этот шлейф. Сейчас я открою. Мне вот очень интересно, а тут ли мне вообще цвет пришёл корпуса. И самое главное, корпус пришёл вот с вот этими вставочками и лотками под флешку и симку, или же просто корпус? Ух тыж, какая прелесть! Конечно, это не... Ну-ка. Да, тут есть всё. Не зря у меня сейчас стоит окно на проветривании. Запах, конечно, какого-то ядрёного китайского клея. Ну вот здесь у меня всё. Здесь у меня сим-трейд, трейд для флешечки, вот эти накладочки. И вот это вот всё в наклеечках. Вы только посмотрите на эту прелесть. Если уж честным быть, китайцы смогли повторить цвет, который был у HTC One M8, у версии для американского рынка, которые золочены под оператора Verizon. Вот, блин, надо было продавца просить, чтобы ещё логотипчик Verizon здесь был. Вот тогда вообще бы прям всё по традиции. Я сейчас, наверное, пожалуй, камеру переставлю и крупным планом в виде таймлапсика вы увидите, как же пересобирается этот смартфон. И что самое главное, это вы увидите в виде таймлапсика, потому что реалтаймом это смотреть будет неприятно многим людям, потому что мата будет чересчур много. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» И что самое главное, я же крупным планом после сборки показывал вот этот вот угол. И вот смотрите, что было до и что стало после. Думаю, разница заметна. И сейчас я уже, пожалуй, отклею вот эти плёночки. Блин, он реально выглядеть хотя бы начинает как новый. У него появилась линза, рассеивающая свет с двух вспышек вместо скотча, потому что она у меня при первой же разборке куда-то улетела. Я так и не понял, когда я её пролюбил. И вот я тут заметил, на родном корпусе, на оригинале, есть значок то, что, мол, NFC. Здесь его нет. И как вы могли видеть, у этого корпуса не наклеена вот эта вот NFC-антенна. Я только сейчас вспомнил, что её нужно было мне, блин, сейчас переклеить. Но я этого делать пока что не буду. Во-первых, смартфон мне как минимум ещё два раза надо будет разобрать. По этой же причине я не стал клеить вот эти красные накладочки, так как смысл их сейчас клеить, чтобы их потом в ближайшее время отклеить по новой. Не вижу смысла. Во-первых, буду ещё аппарат разбирать. Как раз тогда и переклею NFC-антенну, потому что мне придёт скоро межплатный шлейф. Дальше. Дальше больше. Вслед за межплатным шлейфом мне, скорее всего, понадобится поменять верхнюю плату. Потому что, мне кажется, дело не в шлейфе, а в плате. И, вот знаете, таким завершающим штрихом тотала всего этого смартфона будет... Ух ты, какая красотища! И то, я не знаю, на камеру сейчас видно или нет. Логотип чёрный, блестящий. И полоски, по идее, должны быть тоже чёрными, матовыми чёрными полосками, как вот это на оригинале. И вот как раз фото, если вам... Если вот на видео не видно, но... Вот как раз на фото вы увидите. Вы как раз увидите, что разница в цвете полосок быть не должно. Но она, блин, есть. И что самое обидное, надо посмотреть, что с верхним динамиком, потому что в этот раз, после разборки, он начал ещё сильнее хрипеть. Вот это самое обидное в этом аппарате. Неработающие камеры, я могу забить на это. Какие-то ещё косяки внешние, я могу забить на это. Отклеивающийся дисплей, я могу на это забить. Даже временное отсутствие NFC-антенны, я на это тоже могу забить. Но вот, блин, забить на... Господи. Забить на хрипящий динамик HTC Boom Sound, это... Это... Это просто писец. Я не буду записывать звук, как он хрипит, потому что какую песню не включишь, обязательно она будет с авторскими правами. А если какую-то фигню из библиотеки YouTube даже начну включать, ну, пардон. В каких-то простеньких композициях, где нет низких частот, динамик вообще шикарно работает. И что самое главное, динамик начинает хрипеть только в композициях, где есть низкие частоты. Поэтому как-то надо обойтись без низких частот. Вот. И что самое главное, я, наверное, уже даже в таком вот недоделанном виде уже перелезу, как на основное устройство, на этот HTC со своего основного смартфона LG Nexus 5. Для тех, кто не понял, а что же это за видео вообще было, я просто решил, скажем так, создать на канале плейлист с видео, где я, скорее всего, буду те или иные свои устройства перебирать. И что самое главное, изначально я хотел такой формат видео сделать, то, что, мол, а стоит ли вообще брать ушатанное какое-либо устройство с каким-то простеньким дефектом и просто взять и сразу же его починить. И, знаете, я вот сейчас сижу и понимаю, что оно того не стоит. Особенно, если это смартфон HTC, так как ремонтируя одно, у вас ломается другое. И вот, казалось бы, утром я пользовался этим смартфоном, смотрел с него YouTube. И, блин, динамик почти не хрипел. Вот, кроме шуток, он почти не хрипел, он почти нормальный, только на максимальном уровне громкости. Один раз клацаешь кнопку уменьшения громкости и ничего не хрипит. Сейчас это, ну, он реально ощутимо начал хрипеть. Я не знаю, как связан динамик, который там во всем этом бутерброде про межплат, морды и прочего. Я просто не понимаю, как. Но в итоге я теперь попадаю, помимо того, что мне надо заменить, скорее всего, еще. Межплатный шлиф, верхнюю плату, не дай бог модули камеры. Но еще заодно дисплей и верхний динамик. Это называется, кто-то взял HTC, просто покоцанный, полностью рабочий, с косяком в виде нижнего шлейфа. Ну да, косяк в виде нижнего шлейфа. Меняешь нижний шлейф, отъезжает верхний шлейф. Не знаю, как это связано. Плюс, ну, параллельно выясняется, поскольку смартфон БУ, что надо менять батарею. Меняешь это все, у тебя начинает отклеиваться дисплей и хрипеть динамик. Я боюсь представить, что у меня отъедет в этом смартфоне, если я поменяю дисплей. Я боюсь представить, что плата, что ли, загнется, или как вообще такое возможно. При этом всем, вот, у меня было много смартфонов. Но, если какой-то из предыдущих начинал ломаться, вот, в таких масштабах, то, что одно за другим просто ломается. Я просто скидывал смартфон на Авито. В данном же случае я реально хочу его довести до ума. И, вот, в плане HTC, спасибо HTC за то, что... Точнее, спасибо китайцам за то, что у вас HTC как-то походу зашел, и запчасти крайне дешевые. Морда там стоит в районе 1200. Причем нормальная китайская. Камеры, ну, вот камеры я не знаю, потому что изначально здесь стоят модули HTC Ultra Pixel. А что придет с Китая, вот тут я уже затрудняюсь ответить. Я надеюсь, у меня не дойдет до замены камеры. Во-первых, их же ж надо калибровать. Калибровку можно сделать только в официальном сервисном центре. Где у нас официальный сервисный центр HTC, я лично не знаю. Я вообще понятия не имею, есть ли он у нас в городе. И, что самое интересное вот по поводу HTC. Если кто-то думает, что у меня все закончится так банально и просто, то, что я просто затоталю весь смартфон, переберу его до винтика. Не, я буду делать кастом. Вот кастом мне, казалось бы, уже кастом мне некуда. Будет еще логотип, он летит. Да, я знаю, я человек, который, во-первых, сейчас сидит, пишет видео на непонятную тему, про непонятную хрень, ну, казалось бы, куда еще дальше. Но самые внимательные, кто подписан на канал и смотрит все видео, уже, наверное, заметил то, что здесь стоит не та и на 3D GTX 760, которая стояла раньше и которую я использовал всегда, а стоит видеокарточка от Asus. Да, господа, я пофиксил все проблемы с Nvidia. Но об этом в отдельном видео про EGPU. Ну, а на этом все. Всем огромной удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok